Меня беспокоит, когда заставляют, говоря, что нужно, хочу или не хочу. Я уважаю право тех, кто не делает укол своим детям и не хотят его делать. Я на их стороне, даже если б сам делал укол. Потому что здесь речь об индивидуальном праве. Мы не можем принести в жертву то, что этой стране так дорого досталось многими усилиями и жертвами. И мы не можем просто отдать это право. Хочу подметить три вещи о начертании зверя, Коронка. Будьте внимательны, мы прочитали эти стихи. Какова же цель начертания зверя? Потому что, когда наступит, будь ли то укол, татуировка или микрочип, что бы это ни было, отражающие признаки, о которых мы читаем в Откровении, о начертании зверя, тогда, братья, отказывайтесь от этого. И если в своей совести вы чувствуете угрозы, и в ваших убеждениях видите угрозу в каком-либо лечении, в любом уколе, используйте свои права как гражданина, право быть свободным в своем выборе. Мы и наша церковь полностью поддержат вас и поддерживаем ваше право. Начертание зверя, во-первых, означает контроль. Это вопрос контроля. Я спрашиваю, какова же цель зверя, так что он хочет поставить свой знак на всех людях Земли, чтобы их контролировать. Контролировать экономически. Не сможешь покупать или продавать, без принятия этого начертания. Это контроль над жизнедеятельностью, чтобы ты не мог функционировать в обществе, если не примешь этот знак. Когда власти объявляют, не примешь укол, тогда будешь на улице. Не сделаешь прививку, умрешь с голоду. Не примешь укол, не сможешь войти в магазин. Не примешь укол, лишишься работы. Братья дорогие, уж больно напоминает мне последствия за отказ вступать в партию. И тогда ты был никем в Румынии в те времена. Но и тогда можно было зайти в магазин и купить хлеба. И если укол не является начертанием зверя, но при этом такие условия контроля, которые выставляют власти, то я восстаю против этого укола, не по причине самого укола. предпочитаю умереть от этой болезни, но не позволю им доминировать надо мной и контролировать меня. Потому что, когда придет само начертание, а я сдался и был послушным, и если ради желания выжить, добровольно протягивал руки для наручников, то я потерян. Не тогда нужно объявлять войну, а уже объявить ее, сейчас. Власти жалуются, что люди не хотят прививаться. Пусть убедят нас. Это обязанность властей с нами разговаривать. Власти не заслуживают моего доверия, потому что правительство это болото коррупции. Не доверяю людям, которые верят, что детей и младенцев можно убивать. Не доверяю людям, которые ненавидят и ставят ни во что семью, которую сотворил Бог. Это люди, лишенные совести. Это люди, не желающие мне добра. Это люди, которые ненавидят Бога. Не дам свою жизнь в их руки. Я выбираю отдать свою жизнь в руки моего Создателя, а не в руки этих людей. Я им не верю, не принимаю их, не толерантен к ним. Они неправы. Они должны выйти и стать на колени перед народом и говорить с нами полагающих, а не заставлять нас доминировать и обязывать. Власти не имеют права на такое. Есть много верующих, которые не принимают что-либо подобное со стороны Бога, но готовы принимать такое от людей.